Рекордные 155 дней и ночей. 25 июня президент России подписал указ о создании инновационного военного технополиса. Осенью эра уже начала свою работу. Сегодня это Наукоград со всей необходимой инфраструктурой. На территории есть и бассейн, и амфитеатр, и даже свой ледовый дворец. Но самое главное – это научные лаборатории. Здесь каждое из них можно добавить. Уникальное. Как, впрочем, и результаты исследований. По чувствительности мы приблизились к природному чувству обоняния. Человеческий нос воспринимает по чувствительности до 10-3 мг на метр кубический. Нос собаки 10-6. По некоторым веществам мы достигли 10-8. Этот не имеющий аналогов газоанализатор – лишь один из проектов. И большинство из них можно отнести к категории продукции двойного назначения. Сегодня зачастую разработки военных становятся категоризатором для развития российской науки в целом. В гражданских структурах это, прежде всего, будет предоставлять интерес для экологического мониторинга. Именно по индикации биологических агентов, биологической природы. И, соответственно, в военных структурах это все-таки позволит качественно обнаруживать биологические агенты. Впрочем, и открытия гражданских ученых без внимания военных не остаются. Лучшие изучают, дорабатывают и берут на вооружение. Изначально технологии виртуальной реальности были созданы главным образом для развлечений. Однако теперь их адаптировали, и они работают на укрепление обороноспособности нашей страны. Робототехника и IT-системы, нано- и биотехнологии, информационная безопасность и аппараты жизнеобеспечения. Всего 8 направлений научных исследований. Зрение и искусственный интеллект у машин – это лжереальность. Пример тому – новейшая разработка от концерна Калашникова. Приоритизация цели определяется по нескольким факторам. Нейронная сеть у нас определяет результат классификации, либо человек, либо транспортное средство. А также учитываются физические характеристики цели. То есть скорость движения, траектория, масса и прочее. Вот сейчас цель – это я. И в зависимости от команды оператора, эта установка может либо дальше продолжить отслеживание, либо же она просто уничтожит меня. Вот здесь, на этой платформе, может быть установлен любой крупнокалиберный пулемет. Радиус поражения до 2,5 километров. Сегодня представительство в Технополисе открыли 38 ведущих предприятий страны. Конструкторское бюро Сухого свою лабораторию разместило в числе первых. Признаются, решение приняли сразу, как только поступило предложение. Ну, первое, то, что мы можем быстро получать обратную связь от военного представительства. То бишь, и решать какие-то, ну вот, вот прям сразу на месте прикладные задачки. А для выполнения задач нужны люди. На кадре сделали особую ставку. Отбор операторов научных род шел по всей стране. Сегодня здесь лучшие выпускники российских вузов. Вячеслав с красным дипломом окончил Московский энергетический институт. Служить именно здесь захотел сам. Теперь думает остаться и после демобилизации. После службы у меня было предложение на гражданке, соответственно, от представителей энергетики больше, чем авиации. Но если будет возможность сотрудничества вместе с ОКБ, с Хой, то я бы и рассмотрел это предложение. Сегодня в Технополисе служат 160 операторов. Из них сформированы 4 роты. Условия проживания, как в хорошем отеле. В казарне будущего есть все необходимое. Даже вид на море. Такие прекрасные помещения, все есть. Телевизор, совмещенный санузел, душевая кабина. Это превзошло все мои ожидания. Даже нам говорили, что как будет, но все равно я вау, он так сказал, когда зашел. Впрочем, говорят военные, это только начало. Сейчас эра активно налаживает связи с предприятиями оборонки и научными центрами страны. Уже сегодня, очевидно, будет продолжение. В планах строительство второй очереди Технополиса. Сергей Корабельников, Роман Беркалиев, Анапа. Регион.